Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Вера Рыклина, я рада приветствовать вас в нашем виртуальном зале на канале «Остранение мире». Уважаемые зрители, пока вы рассаживаетесь поудобнее, позволю вам напомнить о правилах так называемого негласного зум-этикета. Пожалуйста, те, кто смотрит нас в зуме, не включайте ваше звук и видео, тогда нашим спикерам будет проще разговаривать, а вам самим и тем, кто смотрит нас в Ютьюбе, будет лучше слышно. Последнее напоминание – не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал в Ютьюбе, тогда вам будет проще следить за нашими обновлениями, их нас много и вам будет интересно, я в этом уверена. А кроме того, подписывайтесь на наш телеканал в Телеграме, он называется точно так же «Остранение мире». Там мы собираем самые интересные посты, выдержки из газетных каких-то статей, экономистов, политологов, социологов, культурологов. Получается такая своеобразная летопись интеллектуальной жизни, тоже очень любопытно, подписывайтесь, будем ждать вас там. Давайте начинать, с удовольствием передаю слово ведущему сегодняшнего вечера Борис Грозовский. Боря, наш виртуальный микрофон у тебя. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Моральная коррупция вместо идеологии – так называется наш сегодняшний разговор с Ильей Купулиным и Марией Майофис. И так получилось, что это еще один разговор в серии, который мы начали, мне кажется, прошлой весной, когда стало понятно, что политический режим в России постепенно переходит от авторитарной стадии к стадии диктатуры, а диктатурам, как правило, нужна идеология. И вот мы стали как-то отслеживать и с разными экспертами обсуждать, рождается ли в России идеология, какова она, потому что понятно, что война, которую Россия начала уже больше года назад, должна была быть чем-то мотивирована, и для того, чтобы общество в ней участвовало, его тоже нужно было на это поднять, а как правило с этой целью государство прибегает к различного рода идеологическим инструментам, приемам, к разным нарративам. В общем, это то, чем объясняется наш интерес к этой теме. При этом понятно, что в современной России, в отличие, например, от нацистской Германии, хорошо разработаны идеологии просто не было, она отсутствует. Под идеологией, по крайней мере, те, кто занимается XX веком, историки, политологи, привыкли считать какую-то такую систему непротиворечивую описанию действительности, в которую встроены представления больших групп, представления сообществ людей, их надежды, их чаяния и так далее. До войны можно смело говорить о том, что идеологии в России не было, и уже только после февраля 2022 года российские политические элиты, медийные элиты занялись выработкой идеологии, которая бы эту войну оправдала. Но при этом идеологические нарративы, которые постоянно вбрасываются в российское общество, до сих пор имеют какой-то такой характер фрагментарности, в чем-то они друг другу противоречат и так далее. И вот недавно появился сборник, сборник перед лицом катастрофы, который подготовил философ Николай Плотников, замечательная совершенно книга, я очень ее всем рекомендую, и в анонсе к сегодняшнему разговору «Линк» на эту книгу присутствует, ее можно скачать. Илья и Мария опубликовали в этой книге статью очень интересную, на мой взгляд, которая называется «Эмпрессия вместо идеологии». Собственно, если очертить круг вопросов к нашему сегодняшнему разговору, во многом это то, почему вообще российские граждане оказались бессильны перед лицом того, что сделало их государство, перед лицом войны, перед лицом империалистической агрессии, которую российские политические элиты развязали. Отчасти, вот Илья и Мария, мне кажется, это очень хорошо показывают, связанные с тем, что еще задолго до войны в российской пропаганде, в медиа и отчасти в образовании, кстати, тоже распространился нарратик, который очень жестко делит мир на своих и чужих. Свои – это те, кто культурные, психологические, близки. Дальше там появилось еще одно значение – люди политически близки, то есть лояльные политическому режиму, который в стране установился, и чужие. Чужие – это не просто другие, да, не просто те, кто отличаются от нас, а это те, с кем мы, да, вот в этом мы как раз объединяются свои. Это те, с кем мы можем говорить только на языке агрессии. Илья и Мария, мне кажется, очень красиво показывают, как это помогло в перекодировке мира, которое, собственно, и позволило вовлечь россиян в преступления британского режима. Каким образом вот эта солидарность во лжи возникла, как этому способствовала моральная коррупция, как при помощи различных идеологических нарративов агрессивные эмоции перекодируются в то, что люди переживают, думая, что они оказывают поддержку невинным жертвам, да, вот где-то в Одессе или на Донбассе погибли люди, и мы им оказываем поддержку. Отчасти вот эта работа связана с тем, что мы понимаем, что мало кто совершает поступки из чистого зла, да, то есть люди как-то оправдывают свои собственные действия, и во многом работа, работа историка культуры, работа историка мысли, да, состоит в том, чтобы понять, как эти механизмы, как эти механизмы работают. Давайте я представлю собеседников Илья Кукулин, филолог, историк культуры, исследователь советской и постсоветской литературы, кино, социальной мысли. Сейчас Илья научный сотрудник Центра исследования русской культуры в Ангклос-Колледже, и автор замечательных совершенно книг «Прорыв к невозможной связи», статья о русской поэзии. Я очень люблю эту книгу «Машина зашумевшего времени», это книга о советском монтаже, об искусстве монтажа, о кино. Мария Майофис – историк образования и культуры, исследователь советской литературы и образования, тоже научный сотрудник Центра исследования русской культуры в Ангклос-Колледже. Редактор и соавтор книги «Воззвание к Европе», это книга о литературном обществе Арзамас, начало 19 века. Редактор замечательной книги «Веселые человечки» к культурному герою советского детства и знакомый всем, кто занимается, мне кажется, образованием сборника «Острова Утопии» – периодическое и социальное корректирование в послевоенной советской школе. И, наверное, начать хотелось с такого вопроса, отчасти чуть-чуть об этом уже сказал. Вот нацистская Германия. Гитлер вырабатывал идеологию до того, как он пришел к власти. То есть идеологическая программа была тем, что нацисты, условно говоря, продавали в тавычках избирателей. А только потом он начал войну. У нас получилось наоборот. Российские элиты начали войну и уже по ходу как-то стали задумываться о том, чем это оправдать, как это объяснить людям, как собрать, как мобилизовать людей на то, чтобы они в этом участвовали, на то, чтобы они одни производители вооружения, другие лично участвовали в войне. Почему так? Почему в обратном порядке? И давайте я скажу для всех, кто к нам подключился. В зуме, дорогие друзья, вы можете писать реплики и вопросы в чате, а те, кто смотрит нас в YouTube, пожалуйста, пишите тоже реплики и вопросы в комментариях трансляции. Мы это видим и будем стараться транслировать. Вот. Илья, Мария, почему в обратном порядке? Почему у нас сначала война, а потом идеология, а не наоборот? Как это получилось? Чем это объясняется? Если можно, я начну. Здравствуйте. Хотя я не вижу зрителей, но, надеюсь, зрители видят и слышат меня. Спасибо за приглашение. Отвечая на этот вопрос, наверное, нужно немножко его, скажем так, переформулировать. То есть совершенно не факт, что идеология потом, в том смысле, что вообще потом связана идеология и предполагается быть создана или будет создана. В аналитических текстах, посвященных современному состоянию российского общества, российских политических элит последнего года полутора, много раз замечали их авторы, там это был и Андрей Зорин, и Екатерина Шульман, и Кирилл Рогов, что действительно нынешнее российское государство не может предложить связной идеологии, что оно оперирует отдельными идеологическими месседжами или символами, которые часто между собой или не связываются в некоторую единую картину, или даже противоречат друг другу. Они вообще часто используются ситуативно для того, чтобы оправдать или, наоборот, предвосхитить какие-то конкретные политические шаги или решения, включая и события, собственно, на фронте. С другой стороны, эти же аналитики обращали внимание на то, что для того, чтобы вообще вести войну и для того, чтобы довести режим до такого состояния, чтобы он был военным, нужна то, что мы знаем, так сказать, из XX века – мобилизационная идеология. Мобилизационная идеология и, собственно, мобилизация общества. И все эти аналитики сходились в том, что ни мобилизационной идеологии нет, ни запроса на нее нет, ни согласия ее разделять нет в полной мере. Более того, кстати говоря, вот это отсутствие запроса до войны было основанием для прогнозирования того, что войны не будет. Нет запроса – значит, незачем такую войну начинать. Но вот эти прогнозы оказались ошибочными. Вот наша идея, или наша гипотеза, точнее, состояла в том, что, может быть, никакой связанной идеологии и не предполагается, и она не должна возникнуть, потому что стержнем во взаимоотношениях власти и населения, скажем так, во влечении населения является не собственная идеология, а вот такой сложный комплекс эмоциональных и когнитивных реакций, в которые людей вовлекают. И мы попытались, собственно, этот комплекс и описать. Собственно, проще говоря, современная российская пропаганда, она транслирует не идеологию, как последовательный нарратив, как вы сказали в вашем вступительном слове, психологическое состояние. Еще одна причина, по которой это происходит, связана с тем, что идеология связана с идеей истины. Приходит идеолог и говорит, вот как все устроено на самом деле, я вам сейчас все объясню. Современное российское государство и его пропаганда на протяжении многих лет, ну вот практически почти с прихода Путина к власти, они говорили, что истины никто не знает и что, собственно, пропагандировали максимально для того, чтобы скрыть свои действия максимальное количество противоречащих друг другу объяснений. Вот для того, чтобы поддерживать такой информационный режим, то есть врос максимального количества версий, противоречащих друг другу, для того, чтобы только отвлечь разговоры от истины, вот тут, конечно, никакая идеология не нужна. Но для того, чтобы людей втянуть в свои действия, нужно пропагандировать, как вот совершенно справедливо сказала Маша, комплекс психологических и эмоциональных состояний. А что это за состояния, которые способствуют такому настроению? Начнешь или нет? Да, но мы можем вместе, потому что, собственно, это понятие импрессии родилось в нашем диалоге, и я даже до сих пор не помню, кто конкретно что придумал, когда мы писали эту статью. То есть мы... Это неологизм, как уже понятно, который представляет собой соединение слов эмпатии и агрессии. Ровно это, как мы и предполагаем, происходит на уровне трансляции некоторых нормативных эмоций, на уровне их провоцирования и на уровне реакции со стороны потребителей пропаганды и вообще, так сказать, российского социума. Эмпатия довольно сложная эмоция. Она стала изучаться относительно недавно. И эта эмоция, я бы сказала, даже не просто модерная, она принадлежит не просто модерну, а позднему модерну, и связана с двумя важными обстоятельствами, с двумя важными факторами. Первое, она предполагает включение воображения, без воображения она не работает. И второе, она может быть исключающей, а может быть включающей, если так можно выразиться, имея в виду исключающие определенные социальные, этнические, культурные группы или, наоборот, включающие их. Значит, если у нас есть, должно быть задействовано воображение, если мы аудиторию хотим сподвигнуть, не просто размышлять, а представлять себе что-то в нужном нам ключе. Вот мы государственные пропагандисты, и мы хотим злоупотребить, скажем так, человеческим правом на свободную мысль и свободное воображение. Мы это воображение можем направить по определенной колее, по определенным рельсам, задав определенный ряд восприятия, когда люди начнут идентифицировать себя вот с какими-то жертвами, жертвами, которые могут быть представлены как свои, а могут быть представлены как чужие. И вот здесь очень важная граница проходит как раз между эмпатией к своим и эмпатией к чужим. Потому что эмпатия к своим – это такая половинчатая или неполная эмпатия, которая не предполагает очень важного шага – признание инаковости и понимание этой инаковости. И уже поверх нее признание и понимание трудностей и тягот, в которых находятся люди, которые испытывают какие-то сложные обстоятельства или переживают. А потом уже вот то, что теоретики эмпатии, интеллектуальные историки и историки эмоций, то, что они называют по-английски feeling for. Мы начинаем не просто чувствовать вместе с этими людьми, мы начинаем чувствовать так, чтобы что-то делать для них. Не просто сидеть на диване, а что-то делать. Но для того, чтобы что-то делать действительно для них, а не для себя, мы должны признать их другими. Если нам говорят, что страдает некто, кто такой же русский, как и мы, и страдает как раз от чужаков, которые не русские, это вот как раз такая половинчатая или незаконченная эмпатия, в которой вот нет признания той инаковости. А значит, и нет этического усилия по переходу на позицию другого. Я, наверное, тут Илье теперь передам слово. Собственно, вот подобного рода эмпатия, точнее сказать, ее инсценировка, пользуясь выражением немецких социальных мыслителей, она очень много использовалась, собственно, и в нацистской пропаганде. И здесь мы должны обратить внимание не на идеологическую сторону нацистской пропаганды, а на эмоциональную. В частности, вскоре после начала Второй мировой войны в Германии вышла документальная книга Эдвина Эриха Двингера, немецкого писателя, который прожил долгую жизнь и много чего написал. В период гитлеризма он был абсолютно таким поддерживателем войны. Не нацизма, а именно сторонником войны. И эта книга, она поразительным образом описывает страдания уже после того, как немецкие войска вошли в Польшу, а потом вошли советские войска. Значит, что с Польшей стало в результате этого известно. Но вот он описывал прежде всего злодеяния поляков, польской армии и польских вооруженных полувоенных групп против мирного немецкого населения, живущего в Польше. И вот там постоянно повторялось рефреном. Это подготовило не только чернь, но и польский интеллектуальный класс. И теперь любая акция по отношению к польскому населению будет оправданной. Вот это вот есть такое. И Питер Фридша, замечательный современный немецкий философ, который анализировал эту документальную книгу, он говорил, что одним из важнейших аспектов нацистской пропаганды было распространение, как он говорит, мелодраматического взгляда на мир, который представлял такую несчастную немецкую нацию, поруганную, обесчищенную и окруженную врагами. Именно поэтому ее месть вокруг, нанесение ударов по соседним странам, это прежде всего действие жертвы. Вот это вот, собственно, действие по инсценировке эмпатии по отношению к своим, они как раз были очень важным элементом, повторяю, не идеологическим. То есть здесь не требовалось, собственно, даже задействовать уровень идеологии. Вот этот уровень мелодраматизации окружающего мира, он очень важен для современной российской пропаганды. Мелодраматизация, то есть разделение на абсолютное зло, абсолютное добро, абсолютную добродетель, абсолютный порог. И в рамках этого модуса восприятия очень важно, что зритель, участник, аудитория, они должны идентифицироваться с этим полюсом абсолютного добра и настаивать на собственной абсолютной правоте, исходить из чувства полной, так сказать, моральной состоятельности. Ни в коем мере не сомневаться в том, что то, что они делают и чувствуют, правильно. Правильно не только с точки зрения соответствия нормы, но добродетельно. Оправданно. И, собственно, поэтому мы и вводим термин «моральная коррупция» в нашей статье. То есть моральная коррупция – это подкуп аудитории представлением о том, какая она вся хорошая. Можно я одну вещь уточню, прежде чем вы скажете о моральной коррупции? Если на еще более простой язык привести, в чем разница между состраданием по отношению к своим и состраданием к чужим? Ведь, казалось бы, и в одном и в другом случае это мотивирует людей оказывать какую-то помощь, совершать альтруистические поступки и так далее. То есть по поступкам, по действиям это не всегда можно различить. Но, если я правильно понимаю, когда вы говорите о сострадании к своим, его можно всегда перевести в суждение типа «страдают такие же, как я». «Страдают жители малых городов». Кто-то их обирает, несправедливое устройство, богатые, неважно, евреи, путинские олигархи, кто-то завладели богатством, и вот мы, жители малых городов, страдаем. Это как бы сострадание к своим. И идентичность может быть любой. Она может быть географической, национальной, еще какой-то. А когда вы говорите о сострадании к чужим, тут еще есть момент, когда человек понимает, что страдают не такие же, как он, а страдают иные. И причины этого страдания могут быть как раз такие, как я. Вот не обязательно такие, как я, страдают, а как раз причины страдания могут быть такие, как я. Например, условно говоря, в России плохо обращаются с мигрантами. А кто с ними плохо обращается? С ними плохо обращаются такие же, в кавычках, коренные жители, как я сам. И тогда человек начинает помогать другим, а не таким же. Людям с особенностями, мигрантам и так далее, и так далее. Правильно ли я это перетолковываю? Совершенно правильно. Тут я бы добавила только одну вещь. Из сострадания к своим чаще всего дальше происходит агрессия к чужим, которые обвиняются в страданиях своих. Из сострадания к чужим должны проистекать вопросы к самому себе и к своему сообществу, чего мы не сделали или что мы сделали не так, что эти люди страдают. Это два принципиально разных по направленности эмоциональных комплексов и, так сказать, когнитивных механизмов рефлексии и отказа от нее. Потому что если мы признаем существование другого, инакого, мы сперва должны совершить этическое усилие для того, чтобы представить себя, заставить наше воображение работать таким образом, чтобы мы представили себя в их положении, в том числе во всех тех обстоятельствах, которые отличают их от нас. А потом уже сделали следующее этическое усилие, чтобы спросить себя, что мы сейчас можем для них сделать и что мы не сделали раньше, что эти люди страдают. Но тут, опять же, перед тем, как вы скажете о моральной коррупции, мне кажется, еще один вопрос надо задать. В разных культурах разные отношения к другим, к тем, кто отличается от преобладающей группы. Есть и были в истории культуры более толерантные к другому, в том числе это, например, связано с культурой гостеприимства. Я сейчас в Грузии. Тут культура гостеприимства фантастическая совершенно, и она во многом как раз направлена на тех, кто отличается от преобладающей группы. А есть, наоборот, в культуре группы, где чужой – это, как правило, враг. И я помню, что были какие-то работы, которые показывали, что если, условно говоря, племени приходится бороться за существование свое все время, то для него чужие – это враги. Если в какой-то немножко более благоприятной ситуации то развивается культура дара обмена, то, что Марсель Мосс и другие антропологи описывали. Почему для россиян отношение к чужим настолько напряженное? С чем это связано? Это вот какие-то еще, не знаю, остатки патриархального сознания или откуда это идет? Почему чужой, как правило, враг? Значит, я думаю, что вот такое описание культуры, оно слишком статичное. Я думаю, что на самом деле отношение к чужим может довольно легко меняться в современном обществе под влиянием медиа и под влиянием разного рода нурно протекающих социальных и политических событий. И я думаю, что не существует какого-то там постоянного отношения русского общества к чужим. Российского. Российского, да. Российского общества к чужим. Совершенно верно. И тем более, что в России существует много народов. Это важная поправка не только в смысле семантики, но и для того, чтобы помнить, что Россия многонациональное государство. Я думаю, что сейчас вот эта оптика сосредоточения на своих, она во многом, конечно, обусловлена пропагандой, которая велась не только последний год под лозунгом «своих не бросаем», но она началась с рубежа 99-го, примерно 2000-го годов. И здесь, с другой стороны, сама эта пропаганда стала настолько успешной в результате такого очень большого постсоветского рессентимента, как говорят социологи, то есть ощущение обиды на окружающий мир из-за большого количества больших и малых психологических травм 90-х годов. И этим и воспользовались люди, которые, сотрудники КГБ, сотрудники спецслужб, бывшего советского КГБ, сотрудники армии среднего звена и разного рода штабные мыслители, для которых рессентимент этот имел совершенно конкретную форму. «Это обида на Запад за поражение в Холодной войне». И в этом смысле вот эти вот чувства обиды и разочарования, которые накопили за 90-е годы, оказалось легко использовать. Как говорил замечательный российский экономист и поэт Евгений Соборов, если у людей была конкретная надежда и не сбылась, это одно. А если люди просто надеялись на что-то хорошее, то им легко внушить, что надеялись они не на то, что они думали, а на что-то другое и, в общем, манипулировать их надеждами. Вот именно это и произошло в постсоветской России. И вот, собственно, именно такую картину, когда чувства людей были как бы перефокусированы пропагандой на недоверие и ненависть к другим, начиная примерно с… Даже тут важен не только приход к власти Путина, а вообще масштабная переориентация российских политических элит, которая началась примерно во время войны в Югославии в конце 90-х годов. Но это уже длинная история, в которую я не хочу отступать, потому что она отвлечет нас от современных событий, которые очень важны. Я бы немножко, может быть, добавила, если можно, да. Мне кажется, что не все зависит, собственно, от пропаганды в узком смысле слова, что эта работа в целом выполняла массовая культура и, конечно, российское телевидение даже не всегда конкретными идеологическими месседжами или какими-то конкретными моделями самоидентификации, которые они предлагали, но, скажем, самими паттернами эмоциональной реакции. Посмотрите, как много лет были устроены у нас ток-шоу, которые провоцировали именно агрессивную реакцию, стремление перебить или слышать, в буквальном смысле перекричать и так далее, и так далее. С другой стороны, все-таки нельзя сбрасывать со счета возможность индивидуального сопротивления, да, когда человек не хочет этому поддаваться и когда он вырабатывает какие-то внутренние механизмы, рефлексии того, что происходит, критики того, что происходит, выработки какой-то независимой точки зрения и так далее. Другое дело, что какие-то люди в силу образования и такой этической состоятельности, если так можно сказать, способны это сделать без посторонней помощи, а кому-то такая помощь нужна в виде, скажем, просветительской журналистики, хорошего школьного образования, хорошего вузовского образования, которые просто не то, что они настраивают человека на определенный лад, они показывают возможности жить так, думать так, чувствовать так, вот так критически относиться, так в смысле не определенным образом критически относиться, может быть, совсем иначе, да, а в принципе возможности критического отношения. Дают средства для рефлексии. Вот. И как раз, когда мы сегодня говорим там про ответственность интеллектуалов за то, что произошло, мне кажется, что, наверное, главная ответственность состоит в том, что мы недостаточно работали вот в этом направлении, как раз чтобы показать людям возможность интеллектуального сопротивления и интеллектуального самостоятельного пути и рефлексии собственных эмоций. Мне чуть-чуть совсем хочется возразить или, по крайней мере, вопрос поставить к тезису про то, что это началось с Югославии. Честно говоря, у меня ощущение, что вот эта ненависть, ненависть к другому, она была очень сильно распространена в 90-е, и это проявилось во время первой и второй чеченских войн, ненависть к лицам, в кавказской национальности, даже сам этот бординг, самоименование, никакой единой кавказской национальности, разумеется, не существует, но ненависть к людям этой национальности была очень высока, и это подпитывало первую и вторую чеченские войны. А еще чуть раньше, как мне кажется, в самом начале 90-х, была очень сильна ненависть ко всем, кто не бедствует, ко всем, кому как-то удается жить более-менее нормально. Малиновые пиджаки – это первые российские бизнесмены, которые как-то устроились в этой жизни и явно не бедствуют ненависть к чиновникам, которые позволили этим самым первым бизнесменам, до этого еще кооператорам советским, разбогатеть и так далее. Но это совсем в скобках, мне кажется, мы можем в генеалогию… Я одну фразу буквально могу вам в ответ сказать. Я говорил про то, что во время Югославской войны произошла переориентация значительной части российских политических элит. Вот это не общественная хсенофобия, о которой вы говорите, а именно переориентация политических и медийных элит, после которой они решили, то ненависть к чужакам – это, во-первых, то, что нужно для строительства дальнейшего государства, а во-вторых, то, что легко продавать в массовой культуре. Здесь просто стихийные чувства людей получили очень мощную подпитку и оформление, подчеркиваю еще раз. Действительно, не будем в это углубляться, но здесь есть о чем поговорить. Спасибо, спасибо огромное за это уточнение. Да, вот теперь к этому ощущению обиды, несправедливости, на котором это все, так сказать, было взращено. Вы об этом пишите, как о моральной коррупции. Что это такое, из чего она состоит? Собственно, как из этой обиды, неуязвленности выращивается то, что мы видим сейчас? Ну, собственно, повторю то, что мы уже говорили, что моральная коррупция – это продажа аудитории не только, повторяю еще раз, через… собственно, политическую пропаганду, но вообще через массовую культуру, объяснение того, что люди вообще вокруг очень хорошие, но хорошие они именно вокруг. Вот свои – это хорошие, а хорошие – это свои. И, опять же, я не буду углубляться в генезис этой истории, укажу только на ее советские корни. В 1939 году был снят фильм по сценарию Агнии Порто «Подкидыш» про то, как все вокруг хорошо обращаются с брошенной девочкой. С потерявшейся. С потерявшейся девочкой. Ну, да, она потерялась нечаянно. Вот. Ремейк этого фильма был снят, если я правильно помню, в 2019 году. Вот, собственно… В нашем городе большом каждый ласков с малышом. Да, да, да. Вот. И вот это вот то, что называется натурализация идеологии в науке. То есть представление о том, что хороши именно и прежде всего те люди, которые разделяют наши взгляды. Они и есть свои. И здесь происходит невольная подмена. Потому что невольная в смысле в сознании тех, кто воспринимает эти маскультные продукты, но совершенно сознательная в сознании тех, кто это делает. Потому что тут постоянно происходит подмена своих тех, кто такими рождается. То есть, например, свои это русские. И тех, кто придерживается правильных взглядов. Вот если вы посмотрите на диалогию Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», вот там ровно это смешение, так сказать, происходит. Хорошие люди, русские люди и люди, которые придерживаются правильным взглядом. С другой стороны, я продолжу. Вот из чего состоит моральная коррупция. Она во многом связана с высокой степенью недоверия общества к разного рода государственному и социальному институту. И когда такая высокая степень недоверия существует, вот даже к церкви не очень, уже не говоря про суд, правительство, парламент. Про политические институции. Да, и политические институции. Дальше начинается поиск той точки, с которой можно начинать любую, так сказать, общественную кампанию, поддержки или, наоборот, недовольства. Это должно быть что-то совершенно абсолютное и безусловное. И вот мы как раз еще в начале десятых годов, это был десятый год, если я не ошибаюсь, выпустили специальный раздел в журнале «Про и контр» тогдашнем, посвященный новому родительству, где, с одной стороны, мы показали то, о чем сейчас, например, Екатерина Шульман много говорит, вот это новое модернизированное сознание родителей, которые с удовольствием переживают свое родительство, которые хотят транслировать детям определенные, скажем так, очень модерные ценности, которые видят в своем родительстве миссию, и эта миссия именно связана с выработкой критического отношения к действительности у детей. Ну и у родителей, может быть, тоже вместе с ними. И главное в таком совместном, может быть, процессе взросления. Вот другая сторона этого явления, темная, как мы тогда ее, или теневая, как мы тогда ее определили, была связана с государственным интересом к детству, который тогда выражался, собственно, в эмфатизации темы ювенальной юстиции, а потом это стало развиваться дальше и дальше. А также в страшном, как бы сказать, нажиме на тему иностранного усыновления. Не отдадим наших детей. Продолжай, пожалуйста. Вот, то есть была выбрана социальная группа, отношение к которой априори должно быть, с одной стороны, да нельзя позитивным, с другой стороны, люди должны понимать, что вот это, собственно, те, с кем они должны самоотождествиться в абсолютной эмпатии, в абсолютной поддержке, и кого, лишив права, так сказать, на самостоятельное действие и самостоятельное решение, они должны бесконечно защищать ото всех. Отсюда пошло паразитирование на теме педофилии, которые стали видеть везде. От темы педофилии очень логичный был переход к агрессии в адрес ЛГБТ, потому что их стали в рамках массовой культуры госпропаганды соотносить с педофилией, а дальше, в принципе, в любой подозрительной или враждебной социальной силе стали видеть и изображать угрозу прежде всего детям. Обратите внимание, насколько часто постоянно педалирует Путин, а теперь, кажется, и Патриарх Кирилл, тему родителей номер один и родителей номер два. Да-да-да, это ровно от этого. Вот все эти месседжи, связанные, что мы Украину, а также Россию вслед за ней, защищаем от коварного Запада, который хочет изменить, говоря современным языком, гендерные порядки. Это изменение гендерных порядков на ком, прежде всего, скажете, на бедную деть. Вот этот месседж стал сейчас просто чуть ли не не первостепенным в объяснении того, что вообще происходит в Украине. Если посмотреть там предпасхальное обращение патриарха, которое вот недавно публиковалось, он там прямо это говорит, повторяя президента вот про родителей номер один и родителей номер два. – Давайте я здесь, вне всякой очереди, зачитаю замечательную реплику о Ольге Малиновой, исследователе исторической памяти. – Почитаем реплиотную работу. – Ольга благодарит Илью и Марию за статью и представление здесь. Вопрос следующий. Ваша реконструкция – механизм моральной коррупции, пишет Ольга и выгодит письмо, и подобное. Но кто те люди, группы, каковы те публичные акторы, которые внедряют силы, которые манипулируют, собственно, внедряя моральную коррупцию. Ольга, если хотите добавить, да, это можно сделать. – Мы можем отвечать, да, или еще… Спасибо. – Извините, если вдруг будет запаздывать звук, у нас он вдруг стал запаздывать, если мы вдруг начнем запаздывать, то, видимо, какой-то сбой. – Мне кажется, что этих групп несколько. Прежде всего, это, собственно, ну, самые такие центральные лица, так сказать, российской пропаганды, которых мы видим на экранах. Мы как раз в статье приводили очень характерную историю с Антоном Красовским, если помните. Она была, если не ошибаюсь, в октябре или в ноябре, когда его уволили за то, что он… как в том анекдоте уволили из гестапо за чрезмерную жестокость, да, когда он позволил себе высказывание, касавшееся именно украинских детей, что он там с ними собирается сделать. И тут, значит, выступила, если я не ошибаюсь, Маргарита Симонен и сказала, что это совершенно недопустимо. Это как раз была очень характерная реакция и очень характерное такое перформативное разыгрывание вот этой темы страдающей добродетели, что есть границы, за которые даже российскому пропагандисту заходить нельзя. Иначе страдает, собственно, весь этот механизм самоидентификации с этим абсолютным добром, абсолютной правотой. И, собственно, это одна группа, это вот группа пропагандистов. Другая группа – это, пожалуй, важнейшие бенефициары, то есть среди важнейших бенефициаров современного политического порядка это люди, которые входят в менеджмент разного рода силовых структур и спецслужб. То есть это люди, для которых кому война, а кому мать родная. Это те, для которых война – это, прежде всего, новые погоны и большое финансирование. Еще один тип людей – это даже не столько, собственно, центральные пропагандисты, такие как Симонян, а разного рода создатели паразитических структур, которые, например, ну, тип такой паразитической структуры – это патриотические, я могу это слово употреблять только в кавычках, некоммерческие организации, которые получают президентские гранты. То есть это люди, которые своей специальностью делают отрабатывание государственных бюджетных денег на том, что они объясняют окружающим, что такое патриотизм. Вот такого рода люди непосредственно являются бенефициарами. Кроме того, есть люди, которых я бы назвал невольными или полубенефициарами. То есть значительное количество сейчас людей, которые, как сказать, привязаны как крепостные к тачке, к своим местам, как к каторшникам к тачке, я, простите, оговорился, или как крепостные к своему месту работы, к своим должностям, например, школьные учителя, которые не понимают, что им… Те школьные учителя, которые не понимают, что им рассказывают детям в нынешней ситуации, которым деваться некуда, потому что они там не хотят или не могут или не имеют возможности сменить место работы. Вот им, хотя они, как сказать, не являются такими восторженными пропагандистами вот этой импрессии, о которой мы говорим, но им проще для того, чтобы чувствовать себя при деле, придерживаться подобного рода позиций, которые тиражирует пропаганда. Ну, разумеется, речь идет не обо всех учителях. Есть самые разные учителя, но если говорить о каком-то существенной и влиятельной группе, это как раз в основном даже не такие доносчики, как в случае этой самой Маши Маскалевой бедной, а скорее люди, которым трудно самим себе сказать, что они живут в государстве, которое позволяет себе массовое убийство людей… И работают на него. И работают на него. Трудно себе сказать, что жизнь в таком государстве, в общем, налагает на них тоже ответственность. И проще себе сказать, что все-таки у этих событий есть какие-то далеко идущие позитивные цели, и где-то начать их искать. Тем более, что есть подсказки в виде там то ли про родителя один, то ли еще про какие-нибудь безусловные такие группы жертв, с которыми можно солидаризироваться и сказать, что вот мы за хорошие. И им просто проще делать это, чем начать трудный процесс работы прежде всего с собой, который, возможно, должен привести их или к кардинальному пересмотру того, что они делают на своем рабочем месте, или даже, может быть, к отказу от работы там, где они сейчас работают, если делать это иначе невозможно. Хотя есть множество учителей, которых мы знаем, которые продолжают по возможности говорить и о критическом отношении к определенной информации, и о рефлексии ее необходимости, и о ценности человеческой жизни. Настолько, насколько, ну, по крайней мере, это позволяет сегодняшней ситуации. И знаем многих учителей, которые вынуждены были уйти с работы и уехать, потому что они слишком, можно быть, откровенно говорили о том, что происходит. Подобные случаи регулярно освещаются в новостях, поэтому я повторяю, вопрос не в том, что все учителя так и я, а что вот люди, которые не привыкли рефлексировать, их очень легко поймать в такую ловушку. Давайте попросим сейчас Ольгу сказать несколько слов, а затем продолжим. Ольга, пожалуйста. Спасибо большое за ваш ответ. Я внимательно вас слушала и, слушая вас, ловила себя на мысли, что все-таки, отвечая на мой вопрос, вы говорите о тех социальных группах, о тех социальных типажах, которые являются носителями такого морального комплекса, которые его принимают, потому что он выполняет какую-то защитную функцию по отношению к ним. И все эти группы, ну вот за исключением, может быть, пропагандистов, это не те группы, которые манипулируют чем-то в собственных целях. То есть все-таки здесь не идет речи о том, что вот этот комплекс кем-то внедрялся в качестве подготовки к изменению политики и к тому, что мы сейчас наблюдаем. То есть все-таки этот моральный комплекс по механизму своему, он не похож на идеологию. То есть он является чем-то другим, нежели идеология. Это не какая-то картина мира, которая формируется, и есть какие-то люди, которые этим заняты, и они пытаются распространять эту картину мира, она приобретает уверенность, вот вся эта штука. А здесь как бы другой механизм работает. Я правильно понимаю? Совершенно верно. И механизм этот рецепрокный. То есть, как говорят физиологи, то есть когда, значит, социальные процессы, социальные сдвиги усиливают действия пропаганды, а действия пропаганды провоцируют дальнейшие социальные сдвиги. При этом, конечно, с другой стороны, вот то, что я сейчас описываю, это процесс рецепрокный, это процесс, который вроде бы такой инерционный, то есть он идет, как идет. Но на это накладываются действия уже, собственно, политических структур, где-то накладываются там решения лично Владимира Путина и разного рода, как сказать, других политических акторов, Евгения Пригожина. Вот когда они усиливают войну, сегодня, отдают приказы о бомбежках, о боях и так далее, то это еще сверху является еще одной суперструктурой, которая очень сильно раскручивает вот этот вот маховик рецепрокного взаимодействия, о котором я говорю. Ну вот формула, что раз уж мы начали, то уж теперь надо победить, вот примерно так она как-то звучала, почти с самых первых недель войны. Ну, по крайней мере, с недель, когда стало понятно, что быстрой победы России не видать, российской армии не видать. Это очень характерная формула, которая как раз и инициирует вот этот поиск моральных оснований. То есть раз уж мы завязли, я сейчас пытаюсь реконструировать внутреннюю речь такого рода субъекта, раз уж нужно до какой-то победы хотя бы хоть сколь-нибудь различимо в массовом сознании дотянуть, то нужно предложить какие-то моральные основания для продолжения всей этой кампании. И мне кажется, что вот у этого эмоционально-когнитивного комплекса есть еще одно важное свойство. он довольно подвижный. В том смысле, что вот то, что по-английски называется flexible, он дает возможность большего и меньшего вовлечения условного зрителя. Можно продолжать сидеть на диване, можно начать собирать там гуманитарную помощь для российских пунктов временного размещения беженцев, можно начать экипировать, как это там говорят в этих чатах наших мальчиков, а можно, собственно, записаться контрактником и пойти служить в армию и взять оружие в руки. А можно стать военкором или там каким-нибудь популярным блогером и сеять, так сказать, агрессию с дивана, но тем не менее сеять ее на словах. Вот тут, возможно, разная степень участия. От внутреннего согласия и просто молчания я сам себе объясняю, почему это происходит так, я своим объяснением удовлетворен и я не двигаюсь никуда дальше. Вот до максимальной степени поддержки вплоть до вербокки в армию. И есть это вот то, что, значит, помимо этой вот шкалы большего и меньшего вовлечения есть еще шкала, вот и тут участвует моральная коррупция, на мой взгляд, когда, например, есть люди, которые говорят, что во время войны всегда страдают люди, поэтому нужно заниматься гуманитарной помощью людям, живущим в Донбассе и, например, в Луганской области. И, ну вот, например, это делает известный политический деятель на такой, если можно так выразиться, гуманитарный националист Роман Юниман или Юниман, я не знаю, где правильное ударение ставить, простите. Юниман. Да, вот. Он наш бывший аспирант. Значит, и тонкость состоит тут в том, что вот когда человек говорит, что вот приносите нам гуманитарную помощь, вообще весь вопрос о виновности в войне, о жертвах с украинской стороны, о бомбежках украинских городов молча выносится за скобки. И за этим стоит то самое разделение на своих и чужих, с которого начал сегодняшний наш разговор Борис Грозовский. Скажите, пожалуйста, а почему вы называете это моральной коррупцией? Да, то есть почему-то моральной понятно, а в каком смысле слова коррупции? Коррупции как порчи или коррупции? Да, совершенно верно. Тут оба смысла слова коррупция, и порча, и подкуп имеют свой смысл. Да, не в материальном смысле, конечно, а исключительно в моральном. С одной стороны порча вот в блокировке механизма этой этической рефлексии, а с другой стороны подкуп в постоянном, так сказать, подсовывании, да, разного рода фактов, обстоятельств, картинок, чего хотите, современные медиа на многое способны, которые способны вызывать вот это ощущение сперва эмпатии, а потом абсолютной правоты, а потом, если нужно, и агрессии. Или, по крайней мере, согласие с производимой агрессией. А результатом становится то, что как бы у человека сама возможность этического осуждения как бы отключается, да, он уже ни за что не отвечает и готов оправдывать все, что угодно. Так получается? Мне кажется, что на самом деле результатом-то становится то, что человек считает, что он производит этические суждения ежедневно и ежеминутно, что он производит их самостоятельно, и что он производит их ответственно с позиции правоты. Вот в этом-то и заключается, мне кажется, самое главное разлагающее свойство этой моральной коррупции. Никаких сомнений в том, что то, что происходит правильно, нет. Но при этом это сомнение не пассивного такого человека, а человека, у которого сохраняется субъективно ощущение способности суждения. Точно так же, как, например, в современном российском обществе нельзя же сказать, что все загнано под ковер. Есть споры между военкорами и министром обороны. То есть, есть целая палитра точек зрения, из которых можно выбрать. Но понятное дело, что эта палитра сформирована очень искусственным и психологически насильственным путем. И вот эта моральная коррупция, мне кажется, еще состоит в том, что когда какой-то предшествующий фактор, который обеспечивал это ощущение правоты, связанное с вот этой неполной эмпатией со своими, с одной стороны, и агрессия, и адрес, и чужих, с другой, когда этот фактор перестает быть значимым, когда он перестает быть таким сильным в собственном или в общественном сознании, начинается поиск другого какого-то фактора, который это бы обеспечил. То есть, это идет постоянный постоянная гонка такая, хотя, я бы, наверное, гонкой даже это не называла, это не так быстро, да, эти факторы сменяются, но постоянное движение в поиске новых обоснований вот этому ощущению собственной правоты и моральности. В этом смысле, постоянная смена объяснений логики войны, которая изумляет многих наблюдателей там, из числа западных политологов, она является работой вот того механизма, который сейчас Маша описала, когда нам сначала говорят про деноцификацию Украины, потом про десостанизацию, про то, что, значит, нужно спасти детей Донбасса от родителей 1, родителей 2, все время меняются эти обоснования, но в результате... Но, заметьте, у всех у них есть вот этот полис абсолютного зла. И абсолютного добра. Да, это или нацисты, или там какие-то вот западные геи, что там еще я забыла? Сатанизм, да. Да. Какие-то вот украинцы, которые нацисты, и так далее. То есть все время придумывается вот этот полис абсолютного зла, которому мы противостоим, априори, находясь на полисе абсолютного добра. Совершенно поразительно. Вот мне кажется, что это как бы то, что вы описываете, это какая-то такая машина, не знаю, машина удаленного контроля за сознанием. Человеку кажется, что это он так рассуждает, он сам принимает решения, он сам определяет, значит, на чьей стороне правда, на чьей неправда. Но между тем, незаметным для него образом, да, вот как бы встроены какие-то стержни, которые в терминах Милоша, да, ваша книжка, порабощенный разум. Разум порабощен, но он этого совершенно не замечает. Это поразительный феномен совершенно. Мне кажется, он этого не замечает, прежде всего потому, что иначе нужно начать себе задавать неудобные вопросы. На этом мало кто способен, и вот тоже, мне кажется, ответственность интеллектуалов, может быть, состоит в том, что мы недостаточно громко и четко проговаривали, что задавать себе неудобные вопросы, это вообще совершенно нормальная вещь, да, в жизни. И что жизнь так и устроена, что ты постоянно задаешь себе неудобные вопросы, и как-то таким образом двигаешься вперед. Добавлю к этому еще очень важную вещь. Это ощущение того, которое распространялось в обществе на протяжении 90-х годов, что испытывать чувство вины за действие своего общества и своего государства это только такая тяжелая и неприятная абуза. И на фоне этого появляется Владимир Путин, который говорит, что нам навязывают чувство вины. Вот вопрос о том, что чувство национальной ответственности, даже в большей степени, чем вины, может стать творческим. Вот это, к сожалению, об этом в 90-е годы и позже говорилось чрезвычайно мало и абсолютно недостаточно. Равно как и вообще любых возможных способов диссоциации с государством, которые на практике прибегали очень многие граждане Российской Федерации, диссоциируя себя с государством и инициируя какое-то автономное действие. Но очень мало кто из них осознавал, что они занимаются этим и что они на самом деле от государства давно в значительной степени автономны. Вот об этом, мне тоже кажется, мы мало говорили. И вследствие этого, наверное, больше людей, которым сейчас тяжело задавать себе неудобные вопросы и на сознательном уровне диссоциироваться. Потому что, опять же, для того, чтобы не впадать в эту клею моральной коррупции, нужно очень осознанное отстраивание от государства и нужен навык этого отстраивания. Правильно ли я понимаю, что на эту основу можно положить ненависть абсолютно к любой социальной, национальной или еще какой-то группе. Сейчас, значит, враги Украины и Запад, завтра можно объявить врагами, не знаю, китайцев, казахов, балтийские страны, геев, стариков, ну, абсолютно... Да, геев уже объявили. Мне кажется, что это очень интересное сочетание, с одной стороны, такой реал-политик до определенной степени, до определенной степени вот такого мелодраматического мышления, пользующегося вот этими, вот этим противопоставлением абсолютного, порока. Но в чем не должно возникать никакого сомнения, что вот это государство, его представители и общество, которое его поддерживает, находится на полюсе абсолютной добродетели. В этом смысле, этот полюс порока, его, ну, можно менять, конечно, в зависимости от текущих задач. Один из вопросов, заданных вам в комментариях к нашей ютуб-трансляции, можно ли говорить о том, что вот это манипулирование происходило намеренно, а не просто выросло на благодатной почве, когда вот силы и нахрап побеждали в любом споре. то есть, вообще, как тут отделить, да, намеренность и ненамеренность в выращивании вот этого социально-психологического комплекса, который вы описали? Значит, я думаю, что здесь этот вопрос очень сложный, и мы можем только начать отвечать на него в рамках нашей программы. И, значит, прежде всего, вообще говоря, здесь первый слой, о котором следует говорить, это вообще идея того, что обществом нужно манипулировать, что, как сказать, общество неизбежно манипулирует. Эта идея распространилась среди медийных элит на протяжении 90-х годов. И, собственно, когда Виктор Пелевин написал известный роман «Generation P» в конце 90-х годов, он уже зафиксировал абсолютно, как бы сказать, эту идею в сложившемся виде, что общество должно быть манипулируемо. И следующий уже шаг это идея того, что, значит, манипуляция это должна основываться на распространении нужных государству представления о добре и зле. Я думаю, что она была, эта идея, то есть мы можем довольно подробно посмотреть, как она происходит. Есть несколько полезных книг об эволюции постсоветской, например, журналистике, говорит и показывает Россия Аркадия Астропского, но это уже совершенно предмет особого отдельного разговора. Мне кажется, что тут еще иногда сложно провести грань между сознательным и несознательным. Конечно, когда некий пропагандист что-то вещает с телеэкрана, это абсолютно сознательно. Конечно, когда чиновник в администрации президента прописывает темник, например, или что-нибудь, он делает это совершенно сознательно. В том, что касается, скажем, массовой культуры, какие-то вещи могут быть, скажем, полусознательными или не настолько отчетливо сознательными, просто потому, что для того, чтобы делать это, можно просто нерефлексивно следовать стереотипам массового сознания. связанных, например, с какими-то социальными фобиями, или к геям, или к иностранцам, или к представителям нехристианских религий и так далее. Один из вопросов, заданных в чате, это реплика Николая. Вот, когда у нас принято вспоминать о войне в Афганистане, мы говорим о погибших советских солдатах, но мы вспоминаем, что в разы даже на порядок, почти на два порядка больше погибло граждан Афганистана. Когда мы вспоминаем... Это важно. Не столько, как вот этих баджахетов, которые воевали непосредственно против советской армии, но просто мирных граждан. Когда мы вспоминаем о покорении Кавказа, добавлю я к этому, да, никто не вспоминает о геноциде черкесов, который был ученен и о котором, ну, как мне показалось, в основном существуют англоязычные исторические литературы, почему-то они русскоязычные. Вот, получается, что такое отношение, в принципе, присуще присуще у нас мышление о своей истории или почему она имеет какие-то такие глубокие корни, глубокую историческую продолжительность? Это связано с культом государства, которое существовало и в имперской России, и был пересознан в советское время. В 20-е годы создавались национальные исторические школы в Советском Союзе и в России, где говорили, проклинали царский колониализм именно потому, что к нему большевики не имели никакого отношения. После переложения руля в области исторической политики, которую Сталин совершил в первой половине 30-х годов, говорить о колониализме стало, ну, запрещено, в общем, прямо сказать. Сталин говорил, что наши предшественники, то есть, русские цари, создали великое государство. И вот на этом месте возобновилась риторика и усилилась даже сильно риторика, принятая в имперской России, о том, что различные этносы входили в состав России добровольно, я показываю кавычками, и именно вот это добровольное вхождение, оно требовало абсолютно последовательного забвения и вытеснения из памяти жертв, которые произошли в результате колониальной экспансии России. Ну, еще, наверное, нужно не забывать про такую вещь, как канализация агрессии. Не колонизация, а именно канализация. Да, 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 это важно. То, что, скажем, знаменитый, известный очень философ и культуролог Рене Жерар описал, как механизм козлоотпущения. То есть, когда в сообществе или в большом обществе есть какая-то группа, на которую в состоянии кризиса можно направить, так сказать, палец медийный или просто там через слухи и какие-то конкретные действия государства или начальников сказать, вот они виноваты, спровоцировать то, что вот Жерар называет жертвенным кризисом, то есть, когда весь гнев общества попадает на эту группу, и эта группа истребляется или в значительной степени страдает, на самом деле для того, чтобы разрешить этот самый социальный кризис, который властимущие не умеют разрешать другим способом. И происходит это еще и потому, что никто, почти никто из этих людей не способен себе сказать, что мы на самом деле делаем вот это. Это не реальные враги, это наши придуманные воображаемые враги, которые нужны нам для того, чтобы там не допустить, например, народного восстания или чего-нибудь такого. То есть, иначе говоря, вот эта вот формула, если бы не мы, в кавычках, то завтра там были бы солдаты НАТО, она работает именно для разрешения, собственно, внутри имперских, внутри российских политических кризисов. И начать говорить о том, что в каких-то ситуациях в прошлом правительство было неправо истребляя определенную социальную группу, или этническую, или культурную, или религиозную, и вообще вспоминать о такого рода репрессиях, это означает как бы в будущем подвергать сомнению любого рода такие же акции. То есть, нужно же перед тем, как начать говорить о мирном населении в Афганистане, или о там этнических депортациях сталинского времени, нужно прежде всего сказать себе never more. надо сказать это громко всем и в абсолютном согласии. Пока это не сказано, вся память о репрессиях, она становится уделом только тех групп, которые локально готовы это never more произнести. Пока нет общественного консенсуса об этом, так это и будет продолжаться, будет продолжаться забвение определенных тем, связанных с государственным, и не только государственным, но и общественным, насилием в адрес определенных лиц и групп. Я, честно сказать, даже общественного консенсуса не требую по таким болезненным вопросам. Общественный консенсус, как показывает опыт послевоенной Германии и Японии, невозможен. Скорее, здесь мы должны говорить, что значимая часть общества, в частности, интеллектуалы, которые могут публично высказываться, они должны, как сказать, транслировать именно идею, что мы не хотим больше, чтобы государство сжирало людей. Ну, а, кстати, тогда получается, что вот с этим курсом, который сейчас начинает внедряться и создаваться основой российской государственности, ровно вот это представление действительно Абсолютно. Совершенно верно. Абсолютно. Попытка внедрения. Да, да, да. А как вы полагаете, такая попытка может оказаться успешной, или над этим курсом будут, не знаю, смеяться так же, как в позднем СССР смеялись над попыткой там рассказывать историю, историю партии, га студенты. Студенты сдавали эту самую историю партии, но ответчики над ней издевались. может ли такая попытка оказаться успешной? Слово успешной здесь является слишком многозначным, то есть успешной она может оказаться в том смысле, что такой курс везде будут читать. Партия сказал надо, комсомол ответил есть. С другой стороны, мне кажется, что сейчас мы живем в другой ситуации, чем позднесоветская. Вот давайте отдавать себе в этом отчет. Позднесоветская ситуация, она характеризовалась тем, что режим, я ее помню, режим, так сказать, разлагался на глазах у людей. Да, он мог посадить в тюрьму режим, он мог там людей преследовать, но ощущение того, что это такой старый монстр, оно было довольно распространено даже у тех людей, которые не задумывались сильно на политические темы. Я бы, может быть, продолжила по поводу успешности. Понимаете, на уровне, собственно, программ, учебников и преподавания можно сделать что-то совсем сухое и схоластическое, что окажется в смысле влияния на неокрепшие умы не очень успешным. Но можно поддержать это, скажем, медийной кампанией в виде фильмов, песен, фестивалей, рок-музыки, чего хотите, который будет работать с этим гораздо, может быть, успешнее, чем зазубривание каких-то идеологических максимум и определенных интерпретаций исторических событий из учебника. и на одном уровне, например, на уровне, собственно, вот этого школьного преподавания или вузовского преподавания, молодые люди будут это отвергать и не принимать, а на другом уровне, связанном, скажем, с массовой культурой, они не будут отождествлять, что, условно говоря, фильм, который они смотрят, или рок-певец, которого они слушают, на самом деле транслируют то же самое. Вот я думаю, что, к сожалению, что среди политических элит, которые в том числе сейчас администрируют культуру, есть понимание, что с помощью разного рода культурных механизмов это можно сделать успешнее, чем с помощью какого-нибудь интерпретирующего школьного или вузовского курса. И если это понимание есть, то это начнет рано или поздно, к сожалению, работать, если этому ничего не противопоставить. Мне все-таки кажется, что, ну, школьники и студенты это достаточно подвижная и открытая социальная группа, к которой можно выходить со своими месседжами. И эти месседжи могут быть даже не про то, что посмотрите, у них там все неправда или посмотрите на самом деле иначе. А эти месседжи могут быть связаны, собственно, с объяснением, как можно к такого рода посланиям подходить критически. Как вообще задействовать критические механизмы восприятия информации, включая и, собственно, культурную продукцию. Да, вот тут действительно очень-очень, кажется, велика роль культуры, да, в частности, не уверен, что у нас осознается, насколько там «Брат-2» повлиял на привычки, эмоции целого поколения людей, отношения к своим, к чужим, все вот эти вот системы «Братства» и так далее, и так далее. Хорошо. Причем это ведь в обоих направлениях так. Поэтому можно не покладать стараний и действовать в противофазе. И я бы сказала, это очень важно. Есть люди, которые продолжают это делать упорно, и находясь в России, и находясь за ее пределами, за что им огромное спасибо. И с другой стороны, мы видим, вот даже потому, как сейчас идет увольнение и замена людей, возглавляющих разного рода учреждения культуры, от театров до картинных галерей и музеев, что во власти тоже очень хорошо по ним, к сожалению. И поэтому вот со стороны культуры будет достаточно серьезная сейчас попытка проводить те же самые месседжи о правоте государства и о великой мощи государства, которые... И о разделении, о том, что государство манижерирует разделение всего мира на своих и чужих. Вот это будет, и это на уровне восприятия, собственно, разного рода культурных продуктов, это будет сильнее, чем на уровне образования. Вот на уровне образования я не верю, что это можно сделать действительно так талантливо, что все как один вдруг начнут разговаривать этим языком, абсолютно интериоризировав его. А вот на уровне культуры я думаю, что да, можно, и с этим нужно что-то делать, с этим нужно нам всем работать. Я бы сказал так, на уровне культуры это можно сделать даже не обязательно талантливо, но главным образом обращаясь к эмоциям и предоставляя известные наборы, ну, чтобы вот эту самую импрессию в какой-то воодушевляющей упаковке. То есть, ну, я не могу назвать, например, шибко талантливым певца-шамана, но он, как говорят в таких случаях, умеет завести. И вот он, вот эту самую идею импрессии, которую мы сегодня обсуждали, он предоставляет в виде такой хорошо стилизованной под современную западную, по пузыку упаковки. Дело не в том, что это надо разоблачать, а дело в том, что, ну, хотя, то есть, нужно, но это не единственный возможный путь. Нужно учить людей это анализировать, что с ними делают. Это, к счастью, эта работа сейчас немножко началась, но очень пока мало и недостаточно. А насколько свободны от импрессии, от моральной коррупции, это мы немножко обсуждали, когда к этой встрече готовились, люди, которые, которые в целом настроены оппозиционно по отношению к политическому режиму, да, то есть, можно ли сказать, что условные мы с вами, да, те, кто против войны, те, кто против путинской диктатуры, от этих, от этих вещей свободны, или какие-то, какие-то, похожие процессы вы наблюдаете и у тех, кто в войне и Путина оппонирует? Вы знаете, тут довольно сложная история, которую я попробую описать следующим образом. С одной стороны, есть такая, вроде бы, непреложная, несомненная истина, что вот во время войны какие-то вещи стали абсолютно прозрачные. Вот это вот, не все так однозначно, вот эта цитата, да, что эта позиция больше невозможна, потому что, на самом деле, вот оно понятно, где абсолютное зло. То есть, на самом деле, опять же, такая мелодраматическая картина. Другое дело, что она соответствует реальности. Но, тем не менее, мы должны понимать, что даже при соответствии реальности мы вовлекаемся в некоторую ментальную схему и можем стать ее пленниками, если только не обратим взор на самих себя. То есть, как мне кажется, противоядие здесь не в том, чтобы сказать, что здесь все не так однозначно, ни в коем случае, а в том, чтобы самого себя спросить, а что еще, что я не сделала, что еще я мог бы сделать, и не нахожусь ли я в плену каких-то стереотипов, не замечая, вот опять же, инаковости каких-то людей, или вообще существования каких-то людей, на которых нужно было бы обратить внимание. То есть, мне кажется, что всегда противоядием от такого становится вопрошание по отношению к чувству собственной правоты, недоверие к собственной правоте в каком-то смысле. Это не должно ни в коей мере подрывать усилия по какой-то оппозиционной деятельности, помощи ВСУ, например, и так далее, но должно, или беженцам, но должно делать нас, я бы сказала, в большей степени ответственными и за высказывания, которые мы производим, и за социальные последствия этих высказываний. Потому что слово тоже довольно сильное оружие сегодня. Здесь есть два важных высказывания замечательных мыслителей. Первое – это мысль Плайва Стейплзе-Льюиса о том, что можно сомневаться в себе, но не в истине. И вот это ее можно повелить в обратную сторону. Значит, то, что ты уверен в существовании некоторой истины, это не основание того, чтобы не сомневаться в себе и не считать себя лучше других людей из-за того, что ты это знаешь. И второе – это дико важное сейчас высказывание, которое все время сейчас вспоминаю при чтении социальных сетей, это мысль Григория Померанца о том, что дьявол начинается с пены на губах ангела. Вот, то есть, собственно, как только мы становимся людьми, которые считают, что, значит, нужно там накручивать себя в борьбе за правое дело, тут начинается плохое. Наверное, во многом отсюда многочисленные споры и дискуссии действительно в соцсетях и эмигрантских чатах, белое пальто, остающиеся и уехавшие, да, то есть вот эти все идеологические механизмы такие черно-белые, да, и, в принципе, сложность людям договориться о сотрудничестве, о совместных проектах, если при этом есть какие-то серьезные разногласия либо политические, либо еще какие-то, даже при отсутствии таковых, да, очень много линий разделения, которые, которые оказываются для людей важнее, чем то, что их объединяет. Это отсюда же? Абсолютно. Да, мне кажется, что именно отсюда, потому что это следствие вот этого ощущения абсолютной моральной правоты. То есть я взял сторону добра, я точно понимаю, где сторона зла, я даже, может быть, очень много и активно работаю, так сказать, для победы этого добра, но не задаю вопросов себе самому. С другой стороны? Да, извините, подожди. Не задаю вопросов себе самому о том, что, может быть, есть кто-то и где-то, кто нуждается в моей эмпатии, кто нуждается в моей поддержке, кто нуждается в моем внимании и вообще признании права на существование. И здесь еще очень важная такая вещь, что все-таки мы говорим об обществе, ну, мы говорим и о сообществах, там, эмигрантов, и об обществе российском, в котором люди пребывают в общем состоянии перманентного стресса на протяжении уже больше, чем года. И очень многие вещи, которые мы обсуждаем сейчас, они усилены тем, что люди от стресса готовы принять упрощенную картину действительности. И они испытывают полусознательный или бессознательный или даже сознательный страх о том, что если они воспримут действительность, станут еще себя вопрошать в этой ситуации, то у них не хватит сил. Вот с этим надо тоже работать. То есть здесь роль интеллектуала, как такого, условно говоря, социального психотерапевта, она приобретает очень большое значение. Да. И еще, наверное, мне кажется, что есть такой ложный ментальный ход, в котором, собственно, эти вопросы к себе отождествляются самоуничижением. Да. С самоуничижением, с гонянием себя, да, извините, за существительное, в депрессивное состояние, в потере надежды и так далее. Вот вопрошение себя это совсем не про это. Это про то, как я могу стать лучше и что я могу сделать еще. это дело. И память о том, как вот говорил Артур Римбо, что я есть другой. То есть о том, что в каждом человеке, значит, как бы сказать, есть, ну, и не только добро и зло, но вообще, что каждый человек чужой для самого себя. И нужно найти этого чужака в самом себе, работать с ним или с ней. И для того, чтобы, это как и ценнейший опыт для того, чтобы научиться работать с чужаками в других. Но это уже тоже отдельный разговор. А видите ли вы какие-то, какие-то, я не знаю, способы, приемы, да, как с этим можно бороться? С этим чем? По крайней мере, вот с этим комплексом, да, который описывается через импрессию, моральную коррупцию и так далее, как мы можем бороться, по крайней мере, с этим сейчас в себе, да, и как в некой будущей ситуации после и окончания войны, и после траха диктатуры, с этим можно бороться, ну, вот как послевоенная немецкая, германская дефашизация, да, деноцификация, да, как это может делаться и в отношении самих себя, и в отношении более широких других людей. Прежде всего, значит, мне кажется, что не надо отождествлять конец войны и крак диктатуры. У нас все время, мы, так сказать, думаем, что история повторяется, мы, ну, это вот люди, что называется, как-то оппозиционно настроенных к нынешнему режиму, и считаем, что все будет по модели нацистской Германии. Возможно, что будет не так, возможно, что нас ждут десятилетия сумерек, при которых там война может закончиться или активные боевые действия закончатся, а в России будут происходить какие-то долгие и тяжелые трансформации и режима, и общества. Вот я думаю, что любая возможность обратиться к людям в России, там, в самой России, с помощью разного рода, там, трансляций, вроде той, которую осуществляете вы и так далее, здесь будет очень ценна. И мне кажется, что, значит, вот это вот, как сказать, как бороться, это прежде всего помнить, что вот эта вот импрессия, вот давайте вернемся к началу нашей программы, она базируется на разделении на своих и чужих. Вот нужно все время проблематизировать эту ситуацию на двух уровнях. Первое, что в мире есть не только свои и чужие, и вообще вот это само разделение, оно является сомнительным. И второе, что если даже ты понимаешь, что на твоей стороне правда, это не делает тебя лучше других, онтологически. Вот мне кажется, с этого нужно начинать и, как сказать, давать, обсуждать опыты взаимодействия с другими. В частности, это было и в этой программе. Это напоминание, например, о том, что мы не вспоминаем жертв афганской войны, жертв черкесского геноцида и так далее. И вспоминать о том, каким образом можно этих людей помянуть сейчас, помянуть жертв этнических депортаций. Вот мне кажется, это один из возможных, хотя далеко не единственный элемент. Вообще, мне кажется, что одно из лекарств, если так можно выразиться, не только от этого, но от многих проблем, которые сейчас объединяют и уехавших, и оставшихся противников войны, одно из лекарств, это просто конструктивно разговаривать. Не обвинять, а конструктивно разговаривать и искать какие-то пути работы. И не ждать, что что-то там пойдет само или не пойдет, а работать, насколько это возможно, там, где каждый из нас находится, в том диапазоне возможностей, который каждому из нас сейчас предоставлен. и мне кажется, что вот любой такой конструктивный разговор это должен быть разговор о работе, а не об ожидании. Но тогда, это, наверное, один из последних уже на сегодня вопросов, по мотивам двух реплик в чате. А если человек уверен в своей правоте, если человек абсолютно уверен в истинности своих собственных воззрений, из своей картины мира, или той картины мира, которая была ему навязана, он же этого не осознает, он не склонен сомневаться, он не склонен вот эти вопросы самому себе задавать. Значит, декартовская связь между сомнением и существованием тут как бы не присуща. тогда, тогда, как бы, как начинать, да, тот, кто уже начал сомневаться в своей картине мира, он, как бы, да, в это вовлечен. Тот, кто еще не начал этого делать, ну, с такими людьми люди очень сложно разговаривают, да, это мы все прекрасно знаем по своему опыту, крайне сложно разговаривать с человеком, который кажется совершенно непробиваемым, на тысячу процентов уверенным в своей правоте и абсолютно не желающим слушать никакую другую позицию. Вы знаете, да, Маша, сначала ты давай. Скажи, потом не скажи. Знаете, я бы сказал, тут надо разделять когнитивные и эмоциональные аспекты ситуации. Вот то, что, да, значит, спрашиваете вы, это когнитивная уверенность, то есть уверенность в том, что я знаю, как правильно. Значит, споря, вот вы сказали Декарт, это полезно. Значит, споря с Декартом, Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ, в своей книге «Оправдание добра» он, как сказать, предлагал другой способ определения человеческого. Он говорил, что не я мысльно, следовательно я существую, а мне стыдно, следовательно я существую. И вот, даже те люди, которые уверены, возможно, повторяя отчасти поделением собственного стресса, справедливости той картине мира, которую они знают благодаря российской пропаганде, которая им кажется выработанной в Сабибе, возможно, им знаком стыд. А если не знаком, то это тоже, как сказать, аспект для работы. То есть, человеку может быть стыдно за какие-то его или ее поступки. И вот опыт стыда в этом случае, индивидуального стыда за какие-то поступки, не связанные с государством, возможно, он очень важен как стартовая точка. еще, мне кажется, мне, как преподавателю, который довольно много работал со студентами, мне кажется, очень важно показать несколько вещей на собственных, в том числе, на собственных примерах. Первое, что нет людей абсолютно в состоянии, так сказать, абсолютной моральной правоты, и нет людей, которые не испытывают чувство стыда и не раскаиваются за какие-то совершенные поступки. И что само по себе это раскаяние, это всегда шаг вперед. Ну и нужно из него делать какие-то важные для себя и для общества выводы. Второе, когда речь идет, собственно, о деконструкции каких-то ментальных, эмоциональных ловушек, важно показать интеллектуальную привлекательность этого. Какой-то такой почти кайф, который, ну, может быть, не кайф, но, по крайней мере, удовлетворение, которое ты испытываешь, когда ты понимаешь, как тебя, так сказать, хотели поймать, но не уловили. И... Или уловили, а ты не поддался. Хорошие преподаватели гуманитарных дисциплин прекрасно умеют это делать. Вот заразить просто тех, кого они учат, перед кем они говорят и выступают, вот самой притягательностью, да, совершения этой ментальной операции, самим удовольствием от думания и вот этой деконструкции. Вот это тоже, мне кажется, очень важный момент, потому что мы этому, ну, на уровне, скажем, не локально там вот вузов, где мы сами работали и студентов, с которыми мы работали, а вот на общественной, скажем, сцене, при всех усилиях к популяризации достижений наук гуманитарных, социальных и естественных, мне кажется, мы этим недостаточно занимались, да, что ты не просто слушаешь какого-то умного человека, который разбирается в той или иной области, а ты учишься у него каким-то приемом спасибо, спасибо, от бывших студентов привет я увидела, ты учишься у него, собственно, тому, как можно ментально работать и как можно видеть и различать эти ловушки, начинать относиться к ним осторожно, как их можно обходить и так далее, и так далее. Это на самом деле невероятно увлекательный процесс. Вдохновляющий. И вдохновляющий. И вот как только люди начнут понимать, что это не просто, ну, скажем, отрицание мира, в котором они жили перед этим, да, и просто перечеркивание какой-то их картины мира, что это на самом деле радость открытия. Вот тогда, мне кажется, что-то сдвинется. И еще одна вещь, что надо беречь людей, с которыми мы говорим, от цинического взгляда на мир. Это отдельная длинная история, которая, собственно, представление о том, что бывает цинизм может стать отдельным мировоззрением, предложил замечательный немецкий философ Питер Соттердайк. Вот. То есть идея о том, что все вас хотят обмануть. То есть вот это вот открытие, о котором говорила Маша, оно не основано на идее, что все хотят обмануть друг друга. Да, да, да. То есть открытие ни в коем случае не в конспирологическом смысле, что вот есть какие-то силы, которые плетут против вас заговор, а мы сейчас его раскроем. Вот это ложный код. А скорее наоборот, что те способы, которыми я привык, так сказать, осмыслять окружающую действительность, в каких-то точках, в каких-то случаях, могут оказаться не просто рутинными и, скажем так, вот вовлекающими меня в эти опасные ловушки, но и вредными для моей реакции на происходящее событие и моего поведения с окружающими и с самим собой. То есть что... Спасибо огромное. Ловушек делает человека более открытым миру. Вот это вот очень важная вещь. И, как сказать, больше, дающим ему больше или ей возможности больше связей с миром. Вот это вот очень важная история. Спасибо огромное. Это безумно-безумно важное соображение. И совсем-совсем последнее на сегодня по мотивам того, что вот Ирина написала в чате. Означает ли это, что вообще тут важным таким терапевтическим инструментом для многих людей может стать попытка осмысления ценностей, да, вообще того, что значимо для людей, ситуация которых отличается от моей собственной. Попытка, например, не знаю, посмотреть на привычные исторические события с другой стороны, да, попытка посмотреть на какие-то социально-экономические проблемы опять-таки не так, как это привычно привычно видеть мне, да, или той группе, в которой я там себя осознанно или не осознанно перечисляю, а какими-то какими-то другими, да, вот людьми, у которых другой горизонт ожиданий, потребностей, проблем, да, вот через это. Это вот то, с чего мы начинали, когда мы говорили про эмпатию, да, что эмпатия невозможна, пока мы не признали, что есть какие-то люди, которые от нас отличаются, и нам нужно совершить усилия для того, чтобы понять, чем и как они от нас отличаются, и в каком-то смысле транспонировать себя и свое воображение для того, чтобы по-настоящему начать эмпатию эмпатию чувствовать, а потом уже и делать что-то для них, что им действительно нужно. Илья, Мария, спасибо вам огромнейшее, потрясающе важный и интересный разговор. Еще раз хочу напомнить, сборник, который собрал философ Николай Плотников, называется «Перед лесом катастрофы», и это замечательное совершение чтения, статья Марии Ильи, в нем называется «Импрессия вместо идеологии», и вот, мне кажется, Мария и Илья поняли и описали какую-то безумно важную вещь про наше общество. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо за приглашение и спасибо за внимание всем, кто слушал. Было очень интересно говорить и были очень интересные вопросы. Спасибо. Спасибо всем, кто присоединился. Да, замечательные совершенно реплики и вопросы. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова